Мы прошлого урока учили. Первый урок, во втором главе, нам показали, откуда Божественная Душа взатая. Кто ее, какой часть, Творцу вложенный в создание и сотворение Божественной Души. И нам дали для этого трех приложений в Тору, суким в Тора, которые объясняют нам, откуда она взатая. Итак, первое, в отличие от всего сотворения, которые были сотворены речами, тот из известных десять речей, которые Всевышний говорил, да будет свет, да будет земля, да будет это, да будет это. А в своем сотворении написано, что Всевышний это сказал, говорил, выражал словами. А сотворение Душа так не написано. А сотворение Душа написано, и вдохнул в него, в Адама, жизненная душа. Это означает, это указывает, что в отличие от всего сотворенного, который уровень вложений в них, в сотворение, на уровень речей, уровень сотворения и вложений в душа человек, вдохнул, что указывает о глубокое вложение. Второе, часто очень применяются слова о Душа, сын мой, то есть сравнивает душа к рождению ребенка, к отношению, точнее, между ребенком и его отца, который его рожал. Это означает, что в отличие от других вещей, которые мы делаем тоже, мы делаем добрые дела, мы можем чинить машину, кроме добрых дела, мы можем делать много чего, да? Но есть от всех этих дел, которые мы делаем, большие отличия от нашей рождения детей. Почему? Все этого мы можем вложить в них любовь, душа, желания, мысли или не вложить. А в ребенок мы передаем ему нас, нас, кусок нашей существования, нашей передачи генетикой. Мы даем себе, даже если без желания. Когда рождается ребенок от нас, в него есть нас. В отличие от любого другого дел, который мы делаем по всем жизни. Значит, если сравнивает Тору, душа человека, в ребенок, что это означает? Что в нас есть Творец. Не полностью вложение, не только вложение желания Творца, или без желания Творца. Не только улюбка Творца, или другого. А Творцу в нас есть. Душа – это часть Творца, так же, как сын, ребенок, часть нашей жизни. Третья, которая показывает нам, называет душу первенец. Что означает первенец? В чем отличается первенец от всех других детей? В том, что это было первое желание вложения в себя. Первый. То есть, Всевышний говорит нас через характеристика душа первенец. Первенец. Это означает, что она была задумана до всего остального. Теперь у нас есть три описания, какая она душа. Первый. Она дана нам от глубина Творца. Второй. Она часть Творцу. Третья. Она была задумана прежде всех. Прежде всего. Это было первое. Второе. Продолжаем мысли, как спускается душу, этого великая душа. Часть самого Всевышнему, задуманная в начало всего. Как она спускается к телесной жизни. И попутно понять, почему есть разница между простыми людьми и великими праведниками. Объясняется нам, что это происходит точно как рождение ребенка. Так же, как рождение ребенка делается следующим образом. Отец дает. Отец дает себя, а мать через ее уникальные способности в течение девяти месяцев разбирает вот этого часть отца и делает от него человек. Причем, причем этого часть отца, который доходит к матери, он без разделения. Вот этот кусок будет это, а вот этот кусок будет это. Нет, понятная только одна матка, она сама разделает, что этого кусок отца будет, ногтей. Это пойдет создать мозг. Разница между мозг и ногтей любой простой человек понимает. Мозг это лучшее, что если в сотворении мира, в планету. Это чудо, которое до сих пор не могут ученые дойти до конца. Какой до конца? До какой-то даже первой несколько процентов понимать, как он вообще работает, как он создан, что он там делает. И ногтей, что это является почти мертвой тканью человека, мертвый организм у человека. И тем не менее, все делано первой от той же отдачи отца. Во-вторых, оно перевращается, это в ногтей, а это в мозге, только угодный матка-матери понять, если так сказать грубо. И тем не менее, после того, что эта часть отца превратилась в ногтей, это не означает, что не связан больше, что эта часть, не связан больше с отец, который порождали бы. Не так? Весь организм ребенок, безразлично какой часть он связан с отцом. Как? Ну, во время обработки в матка-матери, нам понятно, как. Ну, это же часть отца, перевращает ребенок. А когда уже ушел, уже не у матери, он уже самостоятельный организм. Как он дальше остается связан с отцом? Ну, через мозг, который держит вес от отца, вся генетика, вся функция человека, там точно есть отца. И этого ногтя существует и дальше продолжает растить и существовать благодаря своего мозга, связь своего мозга. Благодаря этим он связан с отец, который его порождал. Теперь надо нам переводить вот этого притча, рождение ребенка, во создание человеческой души, связанной с жизнью, с телесной существованием. Та же самая, говорят нам, когда душу была дана Адама. Мы говорили о том, что когда была дана Адама, там была целиком полная душа. Когда она уже вернулась обратно в место сохранения души в раю, она была разделена на миллионные частей, на 600 тысяч частей, которые разделаются тоже на много разных частей. Так написано в Кабале. И когда эта душа спускается в этот мир, первый, есть часть попроше, сравнивается с ногтей, есть часть повыше, связана с мозгом или других частей душа. С этого связано, какой он станет человек. Он будет глава народа или мудрец народа или простой обычный человек, как мой. Во-вторых, уровень раскрывания этого душа, который будет светиться внутри телесной жизни. Будет у него раскрытая нешама, или нефеш, или руах. Тоже связано с процесс рождения. Так же, как у ребенка, но намного сильнее, чем у ребенка, душу которой спустились и переводились на уровень ногтей, или, как мы называли это вначале, уровень стопа. Это души, которые даются нами, поколение прихода Машеха. В чем уникальность стопа? Что она без чувства. Она такая должна быть. Иначе бы не держала нагрузка, вес 80, или 90, или 100 килограмм человека. Она должна быть без чувства. И когда характеризует нашу душу стопа, это означает, что нашей душей, как будто бы носит тяга всех предыдущих поколений, всех человек, которые были до нас, но мы являемся без чувством. Без особый мозг, без особого понимания, без особого чувства божественного. Так как мы продолжаем держать связи между нас и Творцу. У нас ничего не остается, ни чувства, ни понимания, ничего, как мы держим наши связи с Богом. Отвечали нам пошлый урок, что это благодаря нашей связи с главой поколения. Главы, не глава один, главе поколения. И сегодня мы закончим вот эту тему. Когда еврейского народа, который находился в выходе из Египта, дошел в Красное море, обнагруживает, что за них, за спиной, гоняются за ними оставшиеся в живых войска Египта, которое было в самогучее в то время. В голове с фараоном, причем впереди паровоза. Он первый шел со всеми гневами их вернуть или убить. И впереди, они находились в ловушку, впереди Красного моря. Они ждали какое-то чудо. И чудо произошло. Что произошло? Произошло того, что раскрылся Красное море, и мы прошли внутри моря, как в сушу, как на берегу. В Медраж написано, что море открылся на 12 коридоре. Не на один, на 12. И каждое поколение шло в своих, в свой собственный коридор. Также в Иерусалимский храм были линии специальные, созданные для каждого из колена Израиля, как заходить в храм. Каждый из них может заходить через своего ворота, через своего там лестницы. И так сохранилось, когда Моше шел со всего народа Израила, каждое колено имело свой герб, свой флаг и свой руководитель. Для чего это надо? Наоборот, надо объединять всех под одной, одна идея за Моисею. И, естественно, Моисею был глава всего еврейского народа. Не только глава Ливием, его колено, а глава всего еврейского народа. Так зачем нужны разделить, разрабить евреев разных стечений? Зачем? Надо было все объединяться. Наоборот, объединение красивое. Не так как. Каждый человек имеет свой видение и характер. И каждый человек свой путь, как доходить и находить ключ к своего душу и соединение этого душа к Богу. В основном это было разделено по колену. Кроме того, что по колену внутри колена были своих мудрецов, которые соединили между себе и последний обычный единичный гражданин. Единичный индивидуал. Потому что нас не требуется быть одна масса. а формировать себе как человек своих особенностей и этого особенного человека связаться со Всевышним. Это не есть подход для всех. Естественно, глава поколения должен списываться под всех. Но сам Моисей говорил Всевышнему, я уже не выдержу. Я не могу и быть глава всех, и идти на каждый индивидуальный человек. Поэтому Всевышний взял от его дух и разделил это между несколько сотен или тысяч человек, что будут заниматься с народом. поэтому мы встречаем у нашего народа много разных мудрецов, имеющих свое мнение и общины, которые идут по них, по их мнению. Поэтому есть так много разных видов хасидов. это идет по это с течением хасидов. Это по это с течением хасидов. Это по это с течением хасидов. Это не означает, что кто-то прав больше или меньше. Это означает, что это нашел свой путь через этого ревет, а другой через другого. И в этом ничего плохого. Наоборот, это хорошо. Так должно быть с условия, что ни одного из них не отнимет ни одного заповедь в Тору или комментирует Тору неподобавший. Когда это было через шум, как у учеников раби Акива, что каждый принял себя как истинная и правда, и это если бы они уже пришлось им руководить народ, это привело к ужасной расшколь, потому что каждый бы держал себе и я истинная и я правда, а других нет, то в Совершенный вмешивался и убрал их. Из-за этого мы раскаиваемся до сих пор за потерю таких мудрецов. Но тем не менее это надо. у раби Акива был свой путь, у раби Иуда был другой путь, у Бишмуал был другой путь, и каждый из них имел свое мнение, и тем не менее были самые лучшие друзья, и они и порождали такие великие книги, как Мишну, и потом как Тальмуда. Поэтому говорит Ребен, хочешь стать связан со Всевышним, Ты стопа, у тебя нет права сам себе, так как ногтей начнут говорить, мы сами по себе, мы сами по себе, не надо нам мозг, так не получится. Надо искать наставника, надо искать свое видение, свой путь в Тору, свой подход к Душам, не через тебя, не ты главный, мозг ищи. Один из истинной праведники должен тобой руководить, не в план, что купить, когда купить, а давать тебе той информации Автору, той знании Автору, которое будет подключить твоя душа к зарядкам, иначе она умирает. Почитаем внутри. По русскому версия русского перевода мы находимся на 49-й странице и связи с этим. Второй абзац сверху. Убазаюва теперь будет понятно Маамара Азала Лапасук высказывание мудрецов о приложении Автору Голедавкобой и объединяться в него. То есть евреи должны объединяться с священному. И как мудрецов комментирует как можно клеваться лейдабэк связаться с священному. Весняет мудрецов как это так. Школ ладдабэк беталмиды хахоми каждый который клей это не просто связаться а клей он просто соединяет полностью клей его. Все любой который связывает с к клей во главе поколения в мудрецов Тору считает ему Тору кээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры делал DimaTorzok Кто такой Амей Га-Арец? Живущий на земле. Амей Га-Арец. Кто такой Амей Га-Арец? Объясняет мудрецов, кто такой Амей Га-Арец? Амей Га-Арец это люди, которые связаны с простыми жизнями. С простыми жизнями. То есть обычные люди. К этому есть очень интересный Маамар у Гребера-Арец. Он объясняет, он доказывает, что называется в Тору Амей Га-Арец, живущие на земле, народы на земле, люди, которые чувствуют землю. Были люди, которые могли, я встречал такого человека, это уникальные люди, которые могли пробовать на вкус земля и говорить, что эта земля предпособлена на урожай такого сорта урожая. А вот эта земля предпособленная на урожай вида такое. А на этого предпособлена на урожай другое. Это люди, которые живут земле. Они чувствуют землю. То есть это характеристики про нас тоже. Когда спрашивают, кто ты такой, как мы отвечаем? Нет, мы отвечаем, я электрик. Так отвечаем. Мы называем семьи через наши дела. Это называется Амей Га-Арец. Людей, которые живут на земле, они связаны с их простой жизнью. В отличие от Альмедей Хахамим, учеников Тору, когда спрашивают их, кто они такие, они душу. Они Богом. Они Тору. Они молитва. В отличие от нас. Как свиазуются нас, Амей Га-Арец. Как мы можем свиазать нас, и Непешуаху Нешамам. С Богом, через свиаз и клей, Талмедей Хахамим, что он изборах, как они дадвико металмедей Хахамим, потому что через свиаз, из Съедининья из Талмедей Хахамим, Кшуроис, Творца, Творца, который поражал Наши Душу. Творца, и Наши Куриен, Первый источник. Душа через связь и объединение на уровень клея, прямо клеили нас, которые в нас подключают связи, как ногти, связаны с нашей Отцой через мозг. Они подключают нас к себе и через себе, Бога, Творцу, наше порожденное Отца, который нас сделал. Но есть вопрос. Я на них издеваюсь, я смеюсь на них, они мне неинтересны. Так получается, что моя душа не связана уже больше с моего первого источника, с Богом? Вот как вот этих евреев живут? Как им жить? Есть секция? Есть секция? А вот, на самом деле, есть секция. Я читал книги, «Салом, алейки, милей, хадами». И я тоже не знаю. они не хотят а как они связаны ну мы учили только что что связаны происходят через праведники через талмиды хахами ну теперь как он не только что не клеец он от них оделается не хочет их как вот написано дальше как это называется по Украину сейчас ЗРАДНИКИ 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 МЕП germs АХОРЕМ ШЕЛНАП ЗРАДНИКИ Они получают как за спиною ЖЕЛАНЬ最新鮮 pept havia Morrison если activité High sent to me и слова АХОРЕМ за спиною это означает ЖЕЛАНЬ Например, мы сильно любим миться. Мы не хотим быть грязными. Миться, а отходы, которые от нас, что мы их уважаем, не уважаем. Что мы делаем? Отделаем от нас. Мы их просто моем от нас. То есть у нас необходимо это делать, но это не означает, что мы это любим. А как мы относимся? Делаем это так, что нам будет удобно. Не им будет удобно, нам будет удобно. То есть они получают у мудрецов Тору так, сколько им не мешает. Но нет души, нет своего желания мудрецов. Они как-то связаны. Почему связаны? Потому что они должны связаться. Глава поколения или главы колена Израила не могут отказаться от своих душ. Они отвечают за своих душ. Они должны их соединять. Для них это больно, когда они отходят от них. Поэтому они будут вложить максимально, что они не уйдут. А если ушли, они будут максимально их связать. Так же, как наш организм будет бороться к любому, не дай Бог, части, который попытается поднять бунт и жить своей жизнью, что есть болезнью. Будет бороться. Не отпустить. Так же самое. Этих тальмидейхахам им главы поколения борются за связь каждого душу, которая идет под их руководство. Они за них борются. Это первая часть нашего урока. Есть второй. Второй очень важный. Мы начнем с читания, а потом я объясню, потому что это очень-очень интересная тема. Думаю, что мы не успеем уже в третьей главе. Но не важно. Маша Косов Базояр. Написано в книге Зоар в Кабале. У Базояр Ходош. И в частности Зоар, который называется Новый Зоар. Шайкар толуй. Все связано. Шайкадеш ацмой беша саташмеш. Что человек во время зачатия ребенка будет себе освятить. Что объясняет книга Зоар? Книга Зоар говорит, что причина, по которой простыми людьми рождают простыми людьми, а великими людьми рождают за собой великими людьми. Почему так? Объясняет Зоар. Это потому, что во время зачатия ребенок простыми людьми вели себя как простыми людьми, а великими людьми как великими людьми. Как это связано? Если я занимался моего рождения ребенок как свинья, не дай Бог. Причем тут душа моего ребенка? Душа дана от кого? Всевышнего. Что дали ему, то есть ему. Причем я как являлся себе. И действительно, мы находим, редко, но находим, великими людьми, которые были рождены очень простыми людьми. Например, рабы Акива. Его отец Йосеф был вообще герой. Не еврей, который стал евреем. И он был очень делок вообще из состояния глава поколения. Очень делок. Отец Магедизмезрича был простой человек, большой пастух, обычный человек. Он рождал прям глава поколения. И естественно, это понятно. Душа, которой Всевышний дает, это ему угодно, как он считает нужным. Тут отца и мать вообще не имеют никакого дела. Наоборот. Написано, что когда Всевышний хочет отправлять великая душа в этот мир, есть там торги, целые торги. К нему приходит, это становится известно по всем небесам, по всем небес. И к ним, к Всевышнему приходит жалоба от стороны сатан и клепот. И какая претензия? Ты нас, Творцу, создал для того, что делает испытания людей. И ты отправляешь это великая душа. А что означает великая душа? Что через него чувствуется божественность. Как нам испытывать потом людей? Как нам это делать? И поэтому Всевышний иногда отправляет этих душу через очень глубокое испытание. Допустим, настолько, что Ришлакиш, друг и велик мудрец Талмуда, был рожден так далеко от своего еврейства, что он был один из великих пиратов мира. Когда Раби Йоханан, его друг, нашел, он был убийца, пират, убийца. Он думал, что Раби Йоханан, который был очень красивый человек, он не видел, это было из далека, в море. Он думал, что он красивая женщина, и хотела их похитить. И Раби Йоханан видел в него, видел в него великая душа, и вытащил его. И стал, он стал, Раби Йоханан, один из великим мудрецов еврейского народа. Вообще. То есть иногда действительно Всевышний делает так, что великая душа попадает в очень-очень низкий человек. давать фурам. Сатан и его подчиненный клепот догонять, спротивляться. Так при чем тут мама и отца? При чем они тут? Мы говорили об этом много раз. Ну, начнем это заново, потому что это очень-очень важное понимание. Когда мы совершаем поступок, с этого поступка, каждого поступка, который мы делаем, он разделен на двух частей. Тело поступок и душа поступок. Мы говорили об этом уже раньше. Хомер, цура. Хомер – это материал, который сделан этого. Цура – это его душа, его суть, его желание. Например. Ко мне приходит человек и говорит, помогите мне. Я могу делать это, вот, бери сто гривен, уйди. Уйди быстро, не хочу тебя видеть. Поступок какой? Я помогаю? А душа? Паршивая. Это тоже имеет очень большое значение. А если я пришел, пришел ко мне человек на помощь, и я не могу ему помочь, но я его обнимаю и плачу с ним, тела нет, ведь я не помогал. Но душа-то много. Я его успокоил, хотя бы это. Да? Отсюда мы должны знать, как важно рождать детей. Когда я занимаюсь рождением моего ребенка, это написано во многих своих книгах, я должен, обязан, делят это любви, я, я и жены. Мы обязаны делать это с ближением, с смирением, с желанием. И мы должны во время уединения делать это так, что все эти правильные чувства будут соединяться для рождения ребенка. Это необычный день. Когда живутся и есть обязательства супружеской жизни, это один вопрос. Но когда планируется пара рождать ребенок, это особое, для этого есть особое внимание в святых книгах в это время, что делать. И обязаны мать, и отца во время этого желания вести себя подобающим. почему? Потому что тело совершение вот сделано, получилось. Это одно и дело. А какая душа там была вложена, какое чувство сопровождало этого дела? Говорит книги Зоару, этого чувства сотворяет у новорожденный ребенок обложка, который его будет сопровождать до гроба. Настолько, что его состояние заработок в жизни связано с этим. Не просто будет он положительный, улипчивый, или такой грустный, хмурный. Уровень заработок связан с поведением родителей во время зачатия. Вы представляете, какую это ответственность? Невероятная ответственность, которая находится у родителей во время зачатия ребенка. Это не зря мы говорим, что надо рождать ребенок с любви, а не просто так по пьянству или по гулкам. Это очень серьезный вопрос. Какой это ребенок станет? Смотришь, молодые поколения и не понимаешь, что это серьезно и очень. Это очень серьезно. Надо делать это осознанно, желание. А теперь вернемся к главной мысли книги Зоа. Книги Зоа не говорит о нашей живущей на земле. между нас и праведник какая разница. Во время зачатия ребенка мы обычные люди. Мы думаем о нашей личной собственной физической наслаждении помимо всего остального. У праведники такого нет. Нам тяжело это представлять, но такого нет. Естественно, мысли которые сопровождают их время зачатия совершенно другими, чем у нас. Естественно, одеяние, которое будет сопровождать их ребенок в жизни, будет другого качества. поэтому, так написано в книге Зоро, они притягивают к себе соответствующие к этому чувства души. а мы притягиваем к нашей порождении детей обычный ссор души. Только когда все вишнев вмешивается по его причиной, может по-другому все происходить. Думаю, паччитаны. Ма шекосов базо ер беззе ер ходош. Шекар толуши кадиш ацмей биш саташ миш 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 пачиму этатак. Хайну мишу шээйн лэхо нефэш руах у нэшомо атсуц твэц. Нефэш илэ руах и нэшэмэ шээйн лэ лэвуш мэнэфэш которая не получила одеяния это называется лэвуш одеяния порождены отец и матери вихол хамитс во исше ойса любая выполненная заповедь которую мы выполняем хаколь лэдэйса лэвуш все сопровождает это одеяние которое было создано во время зачатия даже блага блага которые дают ему из небеса дают нам из небеса зарабаток простые вещи хаколь ол ядэй ойса лэвуш все связано с одеяния во время зачатия вим якадыш адсмой акогда шеловек подготав лэвай эт себьей освишает Во время зачатия он будет притягивать соответствующее святое одеяние к душам, которая будет приходить к своему будущему ребенку. И даже в душе праведник, нужно быть к душам, она не нуждается, но она не нуждается, даже в душе праведник. Но если мы будем вернуться обратно, к самому душам, без задеяния. И на лифоме бывает, что душа великого человека, очень великого человека, как глава поколения, как Ришлокиш, о котором мы упомянули, как Раби Акива, как Магедиз Мезрича, он может стать ребенком низкого человека, не просто простой, а низкого человека, как Ришлокиш, овари. Редактор субтитров А.Семкин